Моё пацанское детство из 90-х и моё слово пацана. Вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». И когда, как не сейчас, рассказать, собственно, мою историю. Не так давно я написал статью по этому поводу, выложил к себе на дзен. Жена почитала, сказала, ну, похоже, прямо на исповедь. Причём, статья имела достаточно большой отклик среди моих друзей. Многие позвонили, сказали, блин, Олег, мы даже не знали, что у тебя такое было. Много комментариев очень было, поэтому я решил записать ещё и ролик. Одно дело написать, не все читают, но вот смотрят по статистике на моём канале больше людей видео. Поэтому вот в таком видеоформате мою историю из 90-х хотелось бы рассказать. Для начала пару слов о сериале «Слово пацана» хотелось бы сказать. До шестой серии мне всё нравилось, я прям получал удовольствие. Шестая серия, как по мне, это уже какой-то сумбур. Авторы потеряли все нити. В общем, сейчас, вот если прямо сейчас в моменте говорить, сериал мне не нравится. И не факт, что я буду смотреть седьмую и восьмую серии. Ну, потому что сюжет как-то остановился. Персонажи перемещаются из угла в угол. Поэтому, если будете смотреть, досмотрите до пятой серии. Дальше пока не обязательно. Но, с другой стороны, впереди ещё две серии. Кто знает, что там будет дальше, как там всё закрут. Возможно, это просто такая маленькая пауза перед суперфинишем. Финишем. Посмотрим. Но сейчас не о сериале «Слово пацана». Сейчас о моём детстве с 90-х и моём пацанском опыте. Вырос я, и детство моё прошло на рубеже 80-х и 90-х годов. И, соответственно, жил я в селе. Но не просто это не деревня. Это село, примыкающее близко к городу. Сейчас, вот если сейчас туда поехать, у меня там родители живут. Оно уже внутри города. Оно имеет статус района. Но вокруг уже многоэтажки стоят. Поэтому это уже такая внутренняя часть города. Тогда это была окраина. Тогда были спальные районы, примыкали к нашему селу. И мы были, знаете, такой, половинка на серединку. Вроде как не деревня. И вроде как и не город. И жили каким-то вот своим, своими интересами. Большая часть людей, понятное дело, работала в городе. И у нас, я из Липецка, у нас 90-е наступили немножко позже. У нас Советский Союз еще какое-то время существовал по нескольким причинам. Во-первых, у нас было очень много производств, которые работали. У нас Новолипецкий металлургический завод, Липецкий тракторный завод, станкостроительный. В общем, производство было, людям было где работать. Это во-первых. Во-вторых, наш регион относился к так называемому красному поясу. У нас губернатор до определенного момента считался коммунистом. И у нас был красный пояс. У нас в городе до конца 90-х годов был бесплатный проезд. Бесплатный проезд был до 2003 года. Был бесплатный проезд на всех видах транспорта. Были уличные таксофоны бесплатные. У нас в целом был такой, знаете, вот локальный социализм. И был достаточно богатый город. Поэтому к нам вся вот эта история с 90-х, она подошла чуть-чуть попозже. Это где-то 94-95 год. Здесь, да, уже все по полной программе. Примерно так, как показано в фильме. Как говорится, сначала было слово, и слов этих было в данном случае два. Может быть, даже три. Первое слово – это пацан. Второе слово – это лох. И третье слово – это товарить. Я не знаю, откуда появились эти слова, но они как-то появились вдруг и сразу. То есть я пришел в школу после какого-то лета, который я проводил где-то в лагере. И пришел, и мне говорят, о, теперь все пацаны или лохи. И сначала это был какой-то прикол, ну просто какое-то забавное слово, типа я пацан, а ты лох. То есть было просто забавно называть себя пацаном, а всех остальных лохами. Но потом постепенно, то есть там достаточно быстро это происходит, там в течение полугода, это все стало очень серьезно. Нельзя было просто так назвать себя пацаном или кого-то лохом. Надо было ответить за базар. В общем, ко всему этому делу сильно стали подмешиваться всякие околотюремные истории. Надо было обосновать, что ты пацан, объяснить это дело. Какие-то очень дичайшие формулировки, типа кто тебя пацанил или что-то в этом роде. То есть в сериале, если мы берем сериальную историю, там все достаточно просто. Если ты не в банде, то ты чушпан, ну то есть на наш лох. А если ты вступил в банду, все, ты пацан. У нас же не было такой четкости. У нас и банд как таковых не было, да, они не успели сформироваться, потому что позже все это наступило. Соответственно, у нас вот эта вот история, что ты пацан, она была достаточно зыбкая. Нужно было все время всем что-то доказывать, даже своим друзьям, да. То есть можно было на какой-то там тусовке, вечеринке побыть и как-то неправильно себя повести. И все, ты уже не пацан. И все, то есть статус пацана был потерять очень-очень легко. И надо было постоянно вот доказывать, что ты пацан и ты не лох. Слышь, ты кто такой, ты кто по жизни, а вот обоснуй, да ты вот так не повел себя. И вот главная история, это грузануть на словах своего оппонента, что-то ему там растолковать и объяснить. Это достаточно мерзкая история. Я в этом деле тогда очень сильно облатыкался, но я и сейчас работаю на телевидении, я журналист, много разговариваю. И, собственно, тогда я был такой птицеговорун, да. И, соответственно, мне это очень легко давалось. Я быстро нахватал всех этих историй, как обосновать, что ты пацан, что ты не лох, что-то еще что-то. И меня начали использовать, это вот мои ребята, как, знаете, вот, ну, опять же, я небольшого роста. Меня начали использовать, как такую собачонку, которую вперед толкают. Я выходил, обгавкивал всех, да, и потом, эс, меня кто-нибудь так раз по шее двинует, на каком дискотеке, в городе, например, да. Надо было нарваться на неприятности и там с кем-нибудь там подраться или там какие-то разборки устроить. Меня перво толкали, я выходил, эй, ребят, вот эта вот мерзкая история. Потом мне кто-нибудь давал за трещину, подходили старшие, что-то малого обидел, пойдем поговорим. И начинают стоять вот бесконечные терки. Вот, ну вот, у меня примерно такая роль была. Да, и примерно в то же самое время были вот эти самые войны на район, но район на район, как показано в фильме, но у нас конкретно в селе вот противостояния внутри села не было. Было вот понимание, что мы все едины, мы все из нашего села. И, а в городе в это время, естественно, были столкновения район на район, они начались достаточно рано. Еще мой тесть рассказывал, что где-то там в 60-х дрались район на район. И, соответственно, к 90-м это, понятное дело, что продолжало существовать. Но мы были как-то вне контекста. В какой-то момент из-за того, что город приближался к нам, да, новые районы настраивались, мы как-то все больше и больше довтягивались. Ну, опять же, вот прям войны, асфальтовой войны, ее не было. Ну, по той простой причине, что у нас в селе асфальта не было. У нас, если вот переводить, да, сериал там, слово «пацана кровь на асфальте», у нас слово «пацана кровь на земле». Потому что у нас клочок асфальта был перед школой, вот пятачок залит, где в линейке проходил. Еще был маленький пятачок асфальта перед почтой. Все, у нас просто в деревне не было больше никакого асфальта. Поэтому, ну, это шутка, конечно. Вот, и, соответственно, что касается взаимоотношений район на район, ближний район мы не трогали, мы с ними как-то нормально общались, а на дальний мы особо не ездили. Но в какой-то момент появилось еще одно слово, это слово «товарить». У нас, как я писал в статье, было стратегическое преимущество перед городскими. Через нашу деревню проходил мост на ту сторону реки, на тракторный завод. И он прям вот соприкасался с нашим селом. И, соответственно, через этот мост можно было попасть на реку, порыбачить, летом искупаться. А с той стороны моста, да, у нас как бы река, наша деревня, и здесь уже новые районы. То есть в любом случае путь был через нас, вот под этим мостом нужно было проходить. И каждое лето, начиная год так с 95-го и, наверное, там до 99-го, может быть, даже позже, я уже не знаю, под мостом собирались вот эти вот гопота сырская, то есть мы, пацаны. И мы сидели там целый день, ходили на речку, купались, возвращались обратно, стреляли сигаретки и докапывались до всех, кто шел из города. Ну, все, начиналось классически. Эй, пацан, есть закурить, а ты из какого района? И если был, допустим, дружественный нам район, да, то, ну, мы стреляем сигаретку, покурим, пообщаемся, найдем общих знакомых, все, ребята уходили. Если был какой-то недружественный район, как появлялись недружественный район? Ну, кто-то из наших поехал, и кого-то там обидели, там докопались, и все, этот район вносился в некий список. Вот, и, соответственно, ребята с 15-го приходили, а мы как-то всегда с 15-м районом не очень хорошо общались. Вот, там дело доходило до того, что можно было там и раздеть человека, да, там, классно у тебя майка, дай потаскать, прикольные кеды, дай поносить. Удочки отнимались. Какие-то крупные вещи, типа велосипедов, по-моему, нет, хотя, наверное, тоже такое было. Я, опять же, моя роль во всей этой истории была, это вот такое нарваться, да, подойти, покричать, что-то объяснить, там, растусывать. Мне это забавляло тогда, сейчас, естественно, стыдно за это дело, но, прям вот, чтобы какие-то вещи себе собирать, у меня такого не было, у меня очень строгие родители, и было бы очень странно, если бы я пришел в какой-то кепке домой или майке, нет, такого у меня точно не было. Вот, стреляли сигаретки, ну, что-то такое. Вот, дальше хуже, с течением лет это все стало все больше и больше криминализироваться, да, то есть выделилась, ну, в школе выделилась вот такая вот каста лохов, которые там по-своему что-то жили, и мы их на деньги не ставили, никто их там чушпанами не называл, ничего такого не происходило, просто они были, у них была какая-то своя тусовка, по большей части, кстати говоря, тусовка была даже прикольнее, чем у нас, потому что вот эти вот лохи, как мы их называли, да, они ходили в походы, они там на гитарах играли, они плоты строили, вот, прямо, ребята из моего класса, у них была такая компания, какие-то ботаники, еще кто-то, вот, они плот построили, посплавлялись. Я грешным делом пару раз с ними тусовался, потому что, ну, прикольно, на плоту поплавать, это же интереснее, чем сидеть под мостом и стрелять сигареты, вот, поэтому я как туда больше немножко отправлялся. Что касается общей пацанской движухи, да, в какой-то момент появилась наркота, и это вот, это многое изменило, появилась наркота, появился алкоголь, и надо было их на что-то покупать, и, соответственно, все больше и больше криминала стало появляться, потому что нужно было где-то раздобыть деньги на это все дело. Мне повезло невероятно фантастически, я до сих пор не знаю, как это случилось, но я пролетел мимо наркотиков, то есть это было какое-то лето, где-нибудь 97-го года, когда пришла травка, и ребята все попробовали, все вот, все село, и все как-то вот, начали там разговор, там, о, а ты курил, а ты не курил, а я болел, я болел, причем болел серьезно, там, пару месяцев я просто лежал дома и не выходил, то есть это все прошло мимо меня. Когда я вернулся опять в компанию, уже началась школа, и как-то уже был не до травки, все обсуждали, вот как мы там курили летом, а потом, ну, периодически они покурили, но я как-то не попадал, или меня не брали, а потом я уже сам не хотел, и то есть на следующее лето, когда все это обострилось, я уже, у меня уже была принципиальная позиция, что я этим не занимаюсь, мне это неинтересно, вот, и, соответственно, и так вот я и не попробовал, не, я пробовал, конечно, травку, но это было один раз в Амстердаме, ну, во взрослом, состоянии, мне не понравилось, вот, но в Амстердаме это надо было попробовать, вот, никому не советую. И, соответственно, появилась наркота, и появилась необходимость где-то добывать деньги, сдача металлолома, ребята стали ездить в город, уже не просто там товарить, а уже прям гоп-стопом заниматься, там где-то дежурить на остановках, подкарауливать каких-то там алкашей после зарплаты, ну, то есть, вот прям все хуже и хуже становилось, главное развлечение было, ну, дискотека по выходным, был у нас сельский ДК, сарай мы его называли, туда, ну, туда ходили ребята, кто покруче, да, вот, я себя таковым считал почему-то, мы ездили в город на дискотеку, и, опять же, да, там тоже была задача, ну, с девочками познакомиться, время провести и нарваться, нарваться на кого-нибудь, чтобы в конце дискотеки покричать, пошуметь, может быть, подраться, кого-то там на деньги поставить, стрелку забить и все такое, то есть, это был какой-то вот азарт, какой-то смысл, вот, примерно вот так мы и жили, то есть, особо большого криминала не было, ну, во всяком случае, меня это не касалось, но был так, суровая история, как я отвалился, на самом деле, постепенно, там, сильно обострилось, когда в девятом классе, ну, то есть, часть людей ушло в ПТУ, вот, прям, самые отчаянные пацаны ушли в ПТУ, и у них там какие-то свои истории начались, то есть, мы-то пошли в десятый класс, мы-то хотели поступать, там, в университет, все такое, а здесь эти ПТУшники, и вроде как они друзьями остались, а вроде как уже их и не было с нами, и они периодически приходили и начали приносить, вот, совсем криминальные вещи, серии, там, надо общак, надо сдавать ребятам, там, кого-то в тюрьме греть, надо еще что-то, а у нас мы, там, вот это сделали, вот это сделали, то есть, там, прям, вот, в ПТУ совсем криминал начался, вся, а мы, вроде как, школьники еще были и не доросли до этого, и у меня такое, причем, надо сразу сказать, что у меня все это время была нормальная жизнь, то есть, это была пацанская жизнь, да, где мы, там, тусовались, что-то товарили, обосновали, что-то пацаны, у меня была нормальная жизнь, я в музыкалку ходил на гитару, набыла лайки, у меня там оркестр был, я президентом школы был, я все время активный, я всегда был активный человек, я в КВН постоянно играл, я летом, вместо того, чтобы какие-то года, да, там, то есть, тусоваться под этим мостом, я уезжал в лагерь, там, выступал, у меня медаль есть, что я, там, супер-прометеевец и супер-вожатый, вот, и, соответственно, у меня-то была нормальная жизнь, а у ребят уже не было ее, и у меня вот эта вот нормальная жизнь, нам тихонько тянул, 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 и в итоге я вот и вывалился оттуда, после 10 класса я уехал в Москву, я хорошо закончил 10 класс, и у меня, у меня брат в Москве, я к нему уехал на 2 месяца, мы там тусовались с рэперами, как потом оказалось, я тусовался в одной тусовке с Тимати и с подобными персонажами, и я вернулся, когда, обратно, в свою деревню, и пошел в 11 класс, у меня были широкие штаны, у меня были какие-то толстовки, у меня отросли уже волосы, и я был рэпером, а там же все остались пацанами и лохами, и я вывалился из системы, то есть я не стал лохом, но перестал быть пацаном, вот, для своих пацанов, и я стал таким главным злодеем села, меня подкарауливали, там, пытались бить толпой, забивали какие-то стрелки, то есть я такой внутренний враг им стал, инагент в Москве, я не знаю, как это назвать, но примерно, вот этот год, он был самый жесткий год, это я сейчас улыбкой рассказываю, тогда мне было, естественно, не до улыбок, тогда это была суровая история, но, опять же, там, в чем мое преимущество было, я мог на словах что угодно объяснить, растусовать, то есть меня невозможно было ни на чем подловить, я всю эту историю знал, и плюс я не боялся драться, мне как-то было все равно, то есть, ну, дрался много, серьезно, вот, это было прям мерзко, все это проходило, все закончилось, все подстанство у меня закончилось, когда я на ИСТФАГ поступил, я поступил на исторический факультет, я хотел быть археологом, я хотел быть вожатым, и я пошел в ПЕТ и поступил, и как-то постепенно я вообще уехал потом из села, то есть я там перестал появляться, там только ночевал, потом уже постепенно стал перебираться в город, ближе к друзьям, и там, ко второму курсу я совсем ботаником стал, я одел свитер, отрастил бороду, ходил такой учитель истории, вот. Что случилось с пацанами, с моими, с теми, с кем мы тусовались, тут на самом деле три категории, первая категория, это вот, ну, на кладбище люди, многие не дожили, у меня, по-моему, три или четыре одноклассника, это только одноклассник, а вот плюс еще люди из параллели, из старших, из младших классов, то есть это наркотики, это там уже в девятом классе люди уже в тюрьму начали попадать, и из-за наркотиков, и там ДТП, и убийства, то есть, ну, много чего было на самом деле, вот, многие не дожили объективно, это первая часть, вторая часть, это, ну, люди, которые взялись за ум и стали просто, вот, ну, работягами, мужиками, таких есть, там, мой сосед напротив, Ленечек, там, ездит на КамАЗе, вот такой мужик, он пацаном был нормальным, мужиком стал нормальным, вот, с одноклассниками, кстати, не общаюсь, и третья категория, это вот люди, которые до сих пор себя считают пацанами, вы сейчас поймете о ком, я уверен, у вас, я уверен, есть такие знакомые, им 50-40 лет, они прибухивают, нигде не работают, забирают денег у мамы, ходят по селу, и все еще, все еще живут в той реальности, в той пацанской, а по сути дела, ну, такие вот маргиналы, да, все немножко над ним посмеются, это когда мы, я помню, когда мы в детстве, ну, в детстве живешь, и вокруг тебя есть алкаши, и такой, о, вот, там, алкаш, Юрк, алкаш, это алкаш, там, по пьяни, там, пацанами от них бегали, и вот мы выросли, вот, мне сейчас 40 лет, и вот этими самыми алкашами стали вот те самые мои ровесники, ну, грустно, конечно, немного, вот, какая-то вот такая история достаточно сумбурная получилась, долгое видео, не знаю, можете лайк поставить, можете в комментариях написать, было у вас такое, я почти уверен, что было, когда писал статью, многие писали в комментариях, что, мол, было то же самое, примерно такая же история, было так же, по-другому, но у меня было вот так, да, это было не супер суровым, я там никого не убивал, не грабил, но, как бы, я и не хотел, и цели такой не было, но вот, каким-то боком меня вся эта штука коснулась. Миклух Макфлайн, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете о 90-х, о сериале, тоже можете отписаться, подписывайтесь, пока-пока!